Лишенный Сана Дьякана и отстраненный от служения Геннадий Волуццо утверждает, что не совершал ничего из того, что ему вменяют вину митрополия Молдовы. На пресс-конференции он заявил, что кто-то хочет отнять его прихода, в последнее время его семью запугивают. Началось все с того, что он уволил церковного кассира, на которого были жалобы. Причем просил его об этом сам митрополит Владимир. Волуццо утверждает, что после этого некто из окружения женщины преградил сделать все возможное, чтобы изгнать его из церкви. Эта кассирша берет тысячу, а дает сотню. Она сама говорит, я знаю, как вытягивать деньги из людей. И тогда все взлетело на воздух. По словам Волуццо, митрополит Владимир обещал повысить его в сане. Он меня похвалил, сказал, что видит, что я изменился к лучшему, что я проявляю смирение. И если так, после Рождества мы можем обсудить повышение до священника. Волуццо заявил, что одним из оснований для его отстранения стало ложное сообщение о том, что он пытался сбить пешехода. Узнать подробности ДТП у начальника Еловенского инспектората полиции Дарина Томши не удалось. Он не ответил на телефонные звонки. Полицейский, который был свидетелем, сказал что-то вроде того, что я хотел совершить наезд. И когда дошло до протокола, почему он заявил, что я хотел это сделать? Он же не может читать мысли. Конечно, я сразу затормозил, и это доказывает, что я не хотел совершить наезд. На конференции с Волуццией была его жена, которая отвергла ей обвинения в домашнем насилии, содержащейся в указе митрополии. Как видите, у меня нет синяков, не переломаны ноги руки, голова цела. Мы живем с семьей 12 лет, и он никогда не был агрессивен, ни физически, ни словесно. Волуцци заявил, что попросит церковь провести еще одно заседание и предоставить доказательства его вины. Но будет ли пересмотрено дело отстраненного диакона, пока неизвестно. Секретарь митрополии Вадим Кейбыш не ответил на звонки. Геннадий Волуцци был лишен цана в начале этого месяца за физическое насилие в отношении членов семьи, а также манипулятивное и неадекватное для священнослужителя поведение и превышение полномочий. В 2019-м его обвинили в жестоком обращении с животными. Тогда в сети появился ролик, на котором он тащит собаку, привязав ее к машине.